Итак, самое доброе утро. Сегодня у нас 21 июня 2013 год. И вот я с самого утра показываю, как переливаются мои бриллианты под солнечными лучами. Солнышко, солнышко идет вот оттуда, сейчас. По-моему, в 8 часов утра. Ну давай, попереливайся. Давай еще, давай еще, пощерблю. Ладно, сейчас я сделаю себе чашечку кофе. Сейчас налью себе кофе. Муж тоже, сколько раз просила, не делай, пожалуйста. Не добавляй во все кофе свой крем. Вот он добавляет крем, иногда забывается. Ну ладно, он у нас главный по питью кофе. Я как бы второстепенный член, потому что я редко пью дома кофе. Потому что я езжу, почти каждый день я езжу в старбакс кофе с тем, чтобы выпить чашечку до пью эспрессо. Ну вот я добавляю свой. Делайт. Алмонд. Алмонд это вкус, ну, вкус кислого миндаля, горького миндаля. Многовастенько, конечно. Ну понятно, одной рукой. Вот он мешает. Итак, настроение вышкаливает. Ощущение летних каникул. Почему ощущение летних каникул, сейчас расскажу. Потому что сегодня у нас... Потому что сегодня у нас наступило лето во Флориде. Во Флориде наступает лето 21 июня 2013 года. Ладно, сейчас я с кофеечком пройду туда. Я без бровей сегодня. Только что проснулась. На часах вот 8-10. Ну, не только что, где-то я проснулась, наверное, минут 40 назад. Пока тут дым-сюдым. Пока сюдым-тюдым. Купальник сушится. Вчера мы со Светочкой были. Это от собаки там всякая разная. Она же в песке у нас валяется. Лень же пойти вывесить купальник, но... Пойду вывешу, ладно. Кусик! Гуд Морнин! Гуд Морнин! Так смотри. Ладно, потом повешу. Давненько я не ходила по своему саду-огороду. Тут уже у меня столько перемен. Ай! Так она же меня сбила! Это не собака, это конь. Итак, пошли. Вот эта Светочка мне дала такие красивенькие цветочки. Вот они уже... По-моему, четвертое или пятое поколение дает. Она мне дала один цветочек. Ну вот. Вот пришла. Вот пришла. И теперь буду выдирать уже... Я не могу. Я когда вижу вот эти вот нехорошие растения, которые пытаются выдать себя за хороших... Эй! Чуть не упала. Мне это не нравится. Вот на пальме вот такие штуки растут. Вот такие вот штучки растут на всех... На многих... Практически на всех деревьях. На ветках. Вот они обрастают ветки вот такими вот. И получается ветка такая пухлястая. Как волосы на руках, на ногах растут, так и здесь. Ладно, идем дальше. Как он называется этот цветок? Я не знаю. Вот он один. Вот он второй. Вот он там. Я никак не пересажу. К стыду своему никак не пересажу. Огородница с меня никакая. Колхозница с меня никакая. Вот они уже. Но они как бы уже даже... Они отсоединились и так далеко друг от друга растут. Ладно. Вот там вот они набирают водички. Вот они полные воды. Вот уже крошечка откуда-то вдруг выросла. Я его даже не сажала. Ладно, пошли дальше. Это все хорошо? Пошли дальше. Вот это вот цветочки уже набухают. Сейчас я очки сняла, чтобы... Вот они цветочки уже набухают. Вот они даже уже видно розовенькие. Вот через пару дней, наверное, они уже распустятся. Вот маленькие листочки такие прям нежные-нижные. Такие детские-детские детеныши переливаются. Вот эти цветы, которые растут на Гавайях. Когда вы приезжаете на Гавайях, вас в аэропорту встречают венком. Ну, бусы такие, как бы, делают из таких цветков. И раз при встрече на Гавайях, вам на шею вешают бусы из таких цветков. Вот тоже такой же. Это у меня кусочек был. Вот он тут вот отвалился кусочек. Я просто в землю его вставила. Он тут же приживается и тут же растет. Хотя удивительно, как они растут в сплошном песке. И вот эти вот тоже, это тоже кактусы своего рода. Какие-то кактусы. Вон оно все. Вон оно все какое колючее. Приколючее. Это уже такой цвет красивый. Розовый. А это растет... Как его сказать? Ладно, сейчас помню, скажу. Сейчас помню, скажу. Так, вам тут делать нечего. Давайте уходите отсюда. Пока я уже нагнулась, я уже удаляю вот эти сердечки чуть-чуть. Как же, как же, как же, как же, как же. Как же, как же, как же. Его-то зовут. Давайте уходите. Уходите, уходите. Да, уходите. У меня не выйдет, конечно. Это что такое? Вообще, не помню, что вот это такое. Уходите. Простите, но уходите. Ладно. Что только не растет бумажки какая-то туда надо залезть, убрать. Вот так вот Дуглас поставил на забор палки. Потому что забор вот так вот ходит ходуном, как... Он ходит, как волны. Этот ненормальный сосед что-то там делает. Против нас опять же каверзы какие-то строит. Ну ладно, бог с ним. Я не хочу с него утром начинать. Все равно он человек, все равно он это. Мне его, конечно, жаль. От того, что он одинокий, от того, что он несчастный. Вот купила я, наверное, год назад вот такую красотулечку. Он был маленький, вот такой вот малюбусенький. И вот уже прямо рука получилась в варежке. И вот уже такой громадный разросся. И самое интересное, вот эту штучку, если я оторву, вот ему некуда расти, вот он так загнулся. Вот, кстати, бубочка, вот она оторвалась. Я сейчас ее вот так в землю вставлю. И все, она уже растет. А что же это такое? Ну прям дырочки какие-то там. Цветочки, наверное, были. Мне некогда сюда зайти. Я вся, каждый день на эти речки, на эти... Навикаева, Спрингс уже вот через день почти сейчас. Опять куда-то, послезавтра еду на Викивочи на целый день. Это в стороне Тампы. Это мне два часа ехать почти до этой речки отсюда. Это мне надо в 9 встать, в 11 надо быть там. И почти 9 миль на каяке по реке. Это тоже непонятно, что пусть растет. Что-то интересное. Ну вот это, вот это сорняк. Это сорняк. Меня спрашивают, почему вы не посадите, почему вы не посадите укроп? Почему вы его замораживаете? Потому что я покупаю большую, как сказать, охапку, охапку этого укропа. И я его не ем просто так, укроп, просто взять его и есть. Естественно, там добавишь куда-то, там добавишь куда-то. И с тем, чтобы он не пропадал, я его замораживаю, бросаю в морозилку. И когда мне надо, у меня всегда под руками укроп. Вот они, свеженькие, прям, деточки, вот они приливаются, как на солнышке. Выращивать укроп, конечно, здесь практически невозможно. Ну, может, кто-то, конечно, и выращивает, но... Давай, выходи, выползай. Целое дело. Зачем я буду его выращивать, если я пойду, вон, доллар заплатила и купила целую упаковку. И вообще, я не... Я попробовала себя в качестве колхозницы, у меня не получилось. Вот опять вот такое дерево. И вот оно, такое же дерево, как вот. Только что показывала. Это что-то прямо... Это что-то хорошее. Я, по-моему, сюда все косточки, все, что я ем, все косточки, что у меня остаются, я все их просто подхожу, вставляю в землю, и там уже... И там уже смотрим, что вылезает. А потом думаю, что же за такое. Вот это вот желтым... Поставили желтые такие флажки. К нам приходили специальные люди. Вот тут обмазали желтым случайно. Тоже надо выдернуть. Это показывают, где проходит кабель. Потому что сегодня, по-моему, к нам придут люди, которые будут дрелить, как сказать, дрелить. Как сказать? Ну, дрелью они будут проделывать дырки глубокие туда в землю. Потому что вот есть вероятность, что у нас тут сингхол. Сингхол – это вот провалы такие вот в земле. Очень может быть. И может быть поэтому и просел наш забор. Вот отсюда даже видно, какой он вот так вот просевший. Дуглас несколько раз жаловался. И вот в конце концов они пришли. Прислали сначала человека, который вот этими желтыми, оранжевыми капушками определил, где находятся какие провода, чтобы не зацепить их. Ай, как вас много. Давненько я тут не ухаживала за своим садом, огородом. Вот эту тоже штучку я рассказывала. Соседи выбросили. Вот она упала. Это такое дерево. Это вот верхушечка была. Она упала. И они его выбросили. Я пришла, вставила в землю, все растет. Вот эти тоже соседские. Тоже они. Вот она крошка. Вот она откуда-то вылезла. Вот он, рядышком мама получается. А вот это дитеночка выросла. Вот эту тоже принесла. Вот такую штучку я принесла от Марии из дома. Дугласа дочери. Принесла, вставила в землю. Вот уже какая громадина выросла. Ну, это я тоже покупала маленький, маленький такой кипарисик. Немножко мешает, конечно, он тут. Они друг другу мешают здесь расти. Он очень медленно растет, но очень красиво. Вот такие вот у него ветки получаются, как... Вот такие вот. Как веерочки. Ладно. А это что-то совсем, совсем пропал. Хотя вот пошел новенький. Все-таки еще живое деревце. Дугласа его пересаживал несколько раз. Ну, вот и все. Хотела что-то рассказать. И ушла на свою гору. Назад на гору. И вообще непонятно, что и куда. Вот такое раннее-раннее утро. Так вот, ощущение такое. Я когда утром просыпаюсь, каждое утро бложит. Такое ощущение, как будто у меня летние каникулы. Да, очень красивые телесиняки. Дождик, что ли, ночью шел. Все такое мокрое. Птицы поют. Ну, вот еще, ладно, вот еще. Вот еще вот эти цветочки, которые Светочка мне дала. Вот с одного у меня получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это столетник тоже, вон, маленьких деток дают. Я их просто пересаживаю, перевтыкаю и все. И вот тоже что-то очень, что-то очень культурное какое-то растение. Посмотрим, что это будет. И вот это тоже я принесла, маленькое, собирала. У меня там видео есть, я собирала на озере Иола. Семена такие круглые, такие, как картошиночки. Белый цветет такими большими прям белыми цветами. Такой охапка, выпускается такой длинный зеленый стебель. И такая большая белая охапка цветов на каждом стебле. Ну, тут у нас, тут у нас заброшено все. Тут даже я когда-то пыталась выращивать картошку. Белки все поворовали. Вот инжир мой бедный стоит уже сколько лет. Никак не хочет расти. Никак не хочет расти. Нехорошо ему здесь, конечно. Недорисованный забор мой. Все никак руки не дойдут. И вот тоже Сана, вот этот кусочек я посадила. И вот он какой. Прямо танцующая девушка. Ой, надо за забор взяться. Что-то меня аж совесть замучила. Так стать недоделанной. Некогда, некогда, некогда за гулянками, за каноэ, за каяками, за морями, за океанами, за подружками некогда. Ладно. Так вот. Придут и будут, вот даже вот отсюда четко видно, четко видно, как уходит туда земля. Не хочется, конечно, провалиться. Тут недавно по телевизору у нас показывали, как в синхол провалилась спальня с мужчиной. Просто кусочек спальни вместе с кровати ушел глубоко под землю, но, естественно, он там погиб. Не хочется, конечно, погибнуть у себя во дворе, уронившись в этот синхол. И вот у нас тут растет, о, ну поперлась опять сюда, не хочется и пошла сюда. И вот у нас растет шумел камыш, деревья гнулись называется, вот он. А это у нас банановое дерево, единственное, которое муж оставил в живых. Он не любит эти банановые деревья из-за того, что широкие, широкие листья, и когда поливает, когда работает спринкл систем, они не дают воде доступа к цветам. Поэтому он их все повырубал, я, конечно, со слезами на глазах все это восприняла, но он такой, он хозяин сделал, надо сделал. Ладно. Вот тоже дерево надо пересадить. Светочка мне тоже когда-то дала, он так долго, оно болело, болело, болело. И вот, пожалуйста, пошло какое. Будут такие красивые, красивые цветы, метелочки такие, как похожие на, похожие на сирень. Вот они, кстати, тоже, вот они, кстати, тоже. То же самое. Как-то матерное такое название. Honey, how do you call this tree? How do you call this tree? What? Crepe Murdle. Crepe Murdle. Crepe Murdle. Murdle. Мурдер это убийство. Мне слышится все время мурдер. И вот уже цвет. Ой, какая я нехорошая. Надо за розочками, надо подрезать вот эти штучки, ладно. А просто днем очень жарко, и днем мне хочется выходить, честно, сюда. Но я все равно когда-то выхожу, пробежалась быстренько. А вечером то с собакой гулять, то на велике кататься. Все, сегодня клянусь. Сегодня клянусь. Будет сделано. И еще стоит у меня замазанная моя картинка. Когда-то я что-то рисовала. Потом что я делаю? Я потом все это замазываю. Все краски размазываю. И вот я кусочек белого цвета бросила. Она у меня уже высохла. Специальная такая штукатурка белая. И, наверное, сегодня-завтра, ну, каждый день собираюсь. Каждый день собираюсь начать опять рисовать. Хочется рисовать. Душа просит. Но времени не хватает катастрофически. Или хватает. Так, сейчас я покажу градусник. Сколько у нас здесь? Итак, у нас сейчас уже 84. 83. Это будет 27 градусов. 26-27 градусов. Но пока не ощущается. Прохладненько. Хорошо. Утром очень хорошо. Пошли. Ой. Муж переставил. Дверь она была. Эта дверь была вот здесь. Вот так. Потом она ее переставила. И мы все время ходим. И натыкаемся лицами. Ну, туда. Пошли еще на улицу. Ладно. Ой, кино и немцы. Так. Открывалась. Ну, опять. Опять вот здесь тоже. Вот розочки. Тоже надо за ними поухаживать немножечко. Тоже вот я иногда подхожу, беру ножнички. Ну, это когда, когда найдет на меня. Так каждый день. Я сильно, сильно я этим не занимаюсь. Я немножко такая ленивая. Это банка у меня из-под майонеза. Галлон майонеза. Я все банки раскрасила давно уже. И здесь поливаю цветочки. Я не отстаиваю водичку. Сейчас наберу снова воду. Ладно. Тут у меня живет черепаха золотая. При входе. Это от длых духов. Я, конечно, в это не верю. Но, тем не менее, это от длых духов. Это у меня красная фэн-шуйская дверь. Двери фэн-шуйская всякая. Вот это вот. Уже повыцветала. Надо новую купить. Красный цвет. Красный цвет обязательно. Дубла Систил на моей машине сегодня брал. Дохом дипа. Не закрыл окно. Ладно. Прощаю. А это вот такого вот. Вот такого вот дяненьку я нашла. Соседи выставили. Когда выставляют на улицу. Тут лишь выбрасывают. Я его нашла. Подрисовала ему. Подкрасила его. Чуть-чуть оживила. Потому что он сильно черный был. И вот он стоит. Охраняет наш дом. Ладно. Так. Это только сюда. Это я с океана привожу ракушки. Вот. Таким образом. Чуть-чуточку. Что-то тут украшает. Вот так вот нужно положить. Ладно. Да. Вот вышла на солнышке. Тут уже чувствуется. Жарковастенько чуть-чуть. И вот оно дерево какое вымахало. Тоже по-моему за год за полтора-два. Желтыми цветами цветет. Все. Итак. Все. Сейчас поехала снова на экзекуцию. У меня сегодня четвертый раз мезотерапии. Опять будет обкалываться лицо и шея. Еду без бровей. Потому что все равно все это будет обкалываться. Все. Пока-пока-пока. С究竟-кrockа. Великобритания. Мех Onек здいました.